Я выражаю свою особую благодарность, надеюсь меня слышит Ребрик Александр Алексеевич. Это единственный настоящий журналист в нашей России, который пишет на тему с удовольствием. Единственный настоящий. Как он смел, как он мог. Когда-то меня крупнейшая газета на тот момент так обласкала. 2007 год, лауреат, 15 тысяч премии, не считая гонораров, все великолепно. Потом бах, кто-то это самое, кто-то, ну конкретный человек, есть письма его, который сказал, все, хватит, это самое, не верьте Железову. Вот. И, кстати, я вот это дурею, да, этот же человек, опять, ну не могу я, письмо-то было частное, отправлено главному редактору. А мне его переслали с редакции, я не имею права его это огласить, и фамилию не имею права, вы даже не знаете, о ком речь идет. Вот. Я ни разу не заикнулся, даже инициалы не называл. Вот. И когда я посмотрел, чем он занимается, и с кустарником штамбы делают, делают из них деревья. Думаю, господи, куда мы вообще идем, уже все, уже. И вот когда проявляются новые идеи, вот они. А вот это, знаете, что, я взял, вот то, что культурное из диких, да, это, вот, наберите, я в школе это изучал, это кто-то дал ответ вот этой даме. Даже не задумывайся, это все цитируется, вот так делается, раз, вот так, и это, и это, и все по всей, культурное растение не имеет естественных ареалов. Да имеют они ареалов, естественно. Культурное растение, а растение вращивают человеком, чушь собачья, человеком. Да это обезьяны, что ли, вращивали. Вот. Тьфу, елки-палки. Ну ладно. Так вот, ребрик поверил мне. Посмотрите сюда. Вот. Это просто я взял много, несколько лет он меня писал, почти в каждом номере. Красивое журнал, красивое все. Кстати, фотографии тоже десятка три украла с этих сайтов. Вот. Если я пишу про абрикос, то я пишу горькая правда, это все, ведь они случайно, вы же потом прочтете это отдельно. Это что же учеба? Где вам сейчас искать журнал, который закрылся? Где вы теперь что найдете? Вот, пожалуйста. Есть горькая правда, есть положительный опыт. Вот. Кстати сказать, я положительный сибирский опыт. И тут вот, учеба-учеба, давайте поподробнее. То есть обратно закладывать сад на южный слон и гор холма. Вот. Это все правильно. А потом у нас пойдут письма ниже ребят, которые живут на самом-самом южном юге. Им-то куда? У них там на этих как раз все наоборот получается. Вот им-то я посоветую. На северном склоне гор. Понимаете? Поэтому все настолько еще серьезно, что мы с вами будем, наверное, встречаться, может быть, каждые недели несколько лет. Если это вы готовы. Вот это я просто показать, как умеет ребрик. Самый яркий, самый красивый журнал в России был. Единственный человек, который не побоялся. Представляете? Как можно было, Александр Алексеевич, вы что? Как можно было вот это напечатать? Постулат номер два. На земле изначально расти культурные сорта и виды плодовых растений впоследствии за природной катаплизмой одичавшей. А дальше-то идет правильное объяснение, что это. Так. И смотрим, когда это было. Ну, это следующий уже номер. Получается, это было в 2013 году. Прошло шесть лет. Немцам отдали. И получается так, что подарили немцам, а когда реприк это все имел смелость, страшную смелость, потому что не посмел больше никто. Я же не только ему высылал эти материалы. Вот. Почему я говорю об этом? Потому что дальше пошло так. Следующие постулаты. Это, прочтете, это самый важный постулат. Самое-самое важное. Вот. И нашелся единственный настоящий садовод, настоящий, вот, из Москвы, Павел Трануа, который что сделал? Написал своим постулатом номер два. На земле изначально расти культурные сорта и виды вследствие от природных катаплизмой одичавшего лекарства. И зато одно из интересных садов. И дальше оказывается, что он ее не просто повторил. Он расширил и привел множество примеров, которых я и знать не знал. Так ведь? Вот. И Александр Алексеевич не нашел. Потому что невозможно все перечитать. И где-то несколько моих журналов ваших ходят по рукам, не вернули. Каким удовольствием процитировал бы я ту даму, которая написала про мой постулат, вот этот, что это дичь. Там было слово дичь, помните? Видимо, она ассоциировалась со словом одичавшая. Сказала, что Железо написал дичь. А вот там немцы нет, немецкие ученые дичь не писали, когда вот это повторили. Вот это вот. А я еще, знаете, друзья, подумал, еще минутку. А я подумал, что это... Нас это много уехало в Германию. Вот. А они, может быть, не такие, эти самые, ленивые. Они, может быть, читают все-таки вестник садовода в этом журнале же. Ведущие ученые печатались. Ну, случайно, я сюда попал. А хотя нет, не случайно. А теперь вот это вот прочитайте. Мошенники от лженауки укрепляют оборону. А написал Пархоменко, журналист. Это только маленький кусочек. Вот здесь вот есть целиком, вот здесь слово где-то, мошенники, мошенники, мошенники. А, ладно, мы сократим время, пока буду искать. Вот это маленькую часть, почему? Тут есть слово, прочим не включили, там. В общем, получается так. Что же это того, кто держит руку на горле у всех ученых? Захочет, скажет, плагиат захочет, плагиат пропустят. Ну, а потом, сами знаете, у нас в Госдуме самые умные люди собрались. Тут почему-то у них, кроме медалей и этих, ну, в общем-то, спортсмены одни, да. Вот, диссертациях почему-то пишут, там, милиционеры и прочее, видимо, это. У них и времени есть для этого. В общем, я это привел для чего? Пока вот этого не будет. Пока вот такие люди, как тот, может, я это свинью ему подсовываю, как тот, я все время фамилию не могу запомнить, но все-таки я хочу повторить. Вояков Владимир, пока такие не будут, и пока им не дадут свободу, откуда вот это дикое непрездие, это самое, богословие, откуда? Ну, все равно же в церковь ходят, обязательно это. Ходят в церковь, целуют крест, стоят со свечками. Все, а попробуй, не пойди. Президент со свечкой, премьер Министерства со свечкой, каждый праздник веливозный. Откуда это фарисейство? Ладно. А как доходит до дела? Тальше пойдем. Теперь должно, добро должно быть с кулаками. Сейчас я разберусь с несколькими, понимаете, вот тех академиков, которые то ли правда академик, то ли правда они все передрали друг у друга. Существует среднее звено кандидата наук. Вот одна из них. Я со всеми сейчас рассчитаюсь, это учеба. Обитатель одного муравейника съедает сотни тысяч насекомых. Озвучиваю я. И ведь что интересно, Александр Лисеевич настолько мне поверил, мою правоту, и стал бы он иначе бы целиком, вслед за мной печатать фамилию Октябрина Ганечкина, которая на РТР, вы знаете, тогда просмотров это было, миллионы. Ненавидит муравьев, то, что я увидел, это я читаю, цитирую себя, вызывает не протест, а омерзение. Прямо в съемочном павильоне она уксусом полила муравейник. Ну и так далее. Главное, что это было под дружный аплодисмент. Вот это самая дикость, страшная дикость, которая творится. Сейчас она уже перешла на это, телеканал Бобер. Теперь там все уничтожает, все подряд. Это я уже одну фамилию назвал. Уважаемые господа, черешневод, ведущий Канечкина. Вы никогда не пишете про северную черешню. Вы никогда она на севере не будет. Вы даже не представляете, что вы пишете. Вы видите то, что перед вами. Помните, я приводил пример. Заранее отрежем, пока она еще жива. Это дикость. И вот они, и она тоже, изувечит вот это все. Штамп не нравится, который у черешни. Она знает, а Бог не знал. Вот. Это вторая. Платонова, вот она, третья. Вот это ужас какой-то. Вот эта Ганечкина. Уничтожает деревья на глазах всей страны. И никто не заступится. До сих пор никто. Ладно. Следующее. Вот еще, это уже четвертую фамилию называют. Вот. Вот она, Крамаренко. Ну, если же один раз, и ты уже поняла, что большие потери, ведь это же все есть. Сама же рассказывала. Все. Большие потери у абрикосов. Вот она, вот отсюда она идет-то все. Есть, да, другие причины. Там тень. Там монастырь не там расположен. А там вообще ветер. Все правильно. Ну, те абрикосы, которые вы культивируете, это же самые такие неприхотливые. Ну, не сади ты косичку на глубину 5-6 сантиметров. Ну, уже откажись ты хотя бы этого. Ну, уже когда тебе вопрос задали, ты мне 20 тысяч или 30, этот Антон Сафронов задал вопрос. Ну, хоть тут-то скажи, ну, ошибалась я. Ну, ладно, вопрос спорный, но я на всякий случай больше так писать не буду. Ну, стоять на своем, не жалея деревья. Потом, это, ведь вот все эти дамы, я 4 фамилии назвал, да, вот, все, все вишни уничтожены. Абрикосы еще не уничтожены. Не. Просто эти миллионы, десятки миллионов попыток саженцев, это все, косточек, это им даже вырасти не дают. Вот.